Вот он свежесобранный урожай этого года. Сейчас на заводах края горячая пора в прямом смысле этого слова. В цехах перерабатывают корнеплод и выпаривают сахар. Получение белого песка процесс трудоемкий. Прежде чем стать готовым продуктом, свекла проходит несколько стадий предварительной обработки. Поэтому приготовить в домашних условиях сахар невозможно. Ее помоют, изрежут, получат из нее диффузионный сок, вымоют сахар водой, очистят этот диффузионный сок, выпарят из него лишнюю воду. На пункт приема свежевыкопанный урожай подвозят целый день. В сутки Павловский завод принимает до 6 тысяч тонн сахарной свеклы. В следующем году планируют увеличить эту цифру до 8, рассказывает главе региона Вениамину Кондратьеву. Сладкий корнеплод везут из Кущевского, Крымского, Ленинградского, Тихорецкого районов и даже из Ростовской области. В общей сложности заводы Края уже переработали первый миллион тонн сахарной свеклы. Результаты хорошие, но есть к чему стремиться, замечает глава региона. Урожай сахарной свеклы мы пока получаем из импортных семян. Сегодня импортная селекция, конечно, она лучше. Вот и все. Простой ответ. Поэтому, если мы сможем создать наши семена, свеклы отечественные, которые будут превосходить по качеству импортной, конечно, будут брать наши. Но, коллеги, давайте признаемся, что мы утратили базу. И это сегодня правда. И сегодня уже сделать все, чтобы мы вернулись к нашим семенам свеклы. На самом деле, это по-настоящему будет продовольственная безопасность. Еще несколько лет назад Павловский сахарный завод, как и многие другие, находился в состоянии банкротства. Сегодня все 16 сахарных предприятий в Крае успешно работают и переживают второе рождение. На Павловском частично обновили оборудование, цеха, а почти весь процесс производства автоматизирован. Урожай нового сезона губернатор смог и продегустировать во время беседы за чашкой чая с рабочими предприятиями. В прошлом году мы переработали 655 тысяч. В этом году уже заключено договоров на 677. То есть уже просматривается увеличение. При этой дегесте, которая очень высокая в этом году, скорее всего, сахара будет еще больше. Конечно, мы хотим не просто пить чай, мы хотим пить чай с сахаром. Но, знаете, есть такая восточная договорка, сколько не кричи халва, а во рту сахара еще не будет. Вот чтобы во рту была сладкая или чтобы сахар был на столе, конечно, нужно потрудиться. Нужно то, чтобы ваш сахарный завод работал, чтобы все сахарные заводы в крае работали. А это очень много сопутствующих механизмов нужно запустить. У Павловского района большой потенциал для развития. Об этом говорят и рекордные 455 тысяч собранного с полей зерна. Но, несмотря на аграрные достижения, муниципалитет за 10 лет существенно не продвинулся, обращает внимание Вениамин Кондратьев уже на встрече с активом. 15 предприятий банкротов, зарплата ниже среднего по краю, около 24 тысяч рублей. Усиливать экономику глава региона предлагает за счет собственного производства. Бизнес, который сейчас в зале сидит, вы сегодня не должны растеряться. Ведь сегодня импортозамещение диктует вектор экономического развития. Сегодня полки, которые были забиты импортным, сегодня освобождаются. Значит, вы займите эти полки нашим отечественным товаром, в том числе, произведенным на Кубани. Не надо здесь ждать, надо быть более агрессивными, более активными, более сильнее продвигать свою продукцию. У нас очень хорошая продукция, продукты питания на Кубани. Вчера были импортные, мы кричали, орали со всех углов, что вот импорт нам не дает реализовывать свою. Сегодня уже никто не мешает реализовывать свою. Давайте реализовывать, давайте делать красивую упаковку, давайте делать все, чтобы наша продукция была востребована на будущем рынке и региона, и страны. Интерес к району есть и у бизнеса сегодня. Инвесторы здесь воплощают в жизнь 8 проектов на 60 миллиардов рублей. Строят молочную ферму, возводят вторую очередь тепличного комплекса. Всеми ресурсами муниципалитета просто нужно правильно распорядиться, считает Венианин Кондратьев. И эту задачу должны решать власти на местах. Елена Касабова, Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань, 24, Павловский район.